Среди всех загадочных и таинственных явлений на нашей удивительной планете, пожалуй, самым необъяснимым является возникновение городов-призраков. Когда-то цветущие, шумные, полные жизни места становятся белым пятном на карте. Прежде чем рассказать про самые большие заброшенные города мира, отметим, что причин появления городов-призраков множество. Это и техногенные катастрофы, прекращение финансирования, военные конфликты, технические просчеты. Причины запустения некоторых мест ученые не могут объяснить, но за каждой такой историей стоит человеческая трагедия. И Ультин. Россия. Начнем наше путешествие с поселка в Чукотском автономном округе России. Еще в 1937 году здесь было открыто крупнейшее полиметаллическое месторождение в мире. В разраставшийся городок съезжались геологи со всего Советского Союза. Здесь добывали так необходимой стране Вольфрам, Олова, Малибден. В конце 1950-х годов был открыт горно-обогатительный комбинат, который стал градообразующим предприятием. После развала СССР комбинат закрыли, прекратилась и добыча металлов. К 2000 году Ультин, насчитывающий во времена своего рассвета 5000 жителей, полностью опустел. Санжи, Тайвань. В конце 70-х годов 20-го столетия на северном побережье острова Тайвань задумали реализовать грандиозный проект по строительству роскошного курортного городка. Необычные и стильные дома предназначались для богатых клиентов. Но еще в процессе строительства стали распространяться слухи о проклятии этого места. Роскошную недвижимость так никто и не приобрел. Местные жители считают, что в Санжи облюбовали души умерших. Роскошный курорт стал городом-призраком, улицы которого зарастают сорной травой, а среди домов гуляет только ветер. Мы надеемся, что вскоре это место превратится в популярный музей предрассудков под открытым небом. Чернобыль. Украина. Одно из самых страшных мест на планете. Город Чернобыль опустел после взрыва на АЭС в апреле 1986 года. Катастрофа в те дни потрясла весь мир. Из самой большой гордости Советского Союза городок-атомщиков и станция стали самым большим разочарованием. Но радиация сделала Чернобыль и Припять не только опасными, но и популярными. Туристы, несмотря на радиоактивную опасность, посещают реактор и сам заброшенный город. Кроме того, это место привлекает авантюристов и многочисленных искателей приключений, которые посещают город-призрак неофициально. Фомагуста. Кипр. Война между Турцией и Грецией привела к появлению на карте еще одного заброшенного города Фомагуста. Два государства так и не смогли поделить территорию, и курорт превратился в зону разграничения. Когда-то цветущий и многолюдный город, опустел в один миг. И сейчас здесь бродят только ветра, и сквозь бетон прорастают деревья. Город был частично разграблен. Сейчас он продолжает разрушаться под воздействием воды и солнца. Закрытая для посещений территория все же привлекает немногочисленных экстремалов, которые, рискуя жизнью, посещают заброшенный курорт. Кадыгчан. Россия. В годы Великой Отечественной войны началась добыча угля Аркагалинского месторождения Магаданской области. Рядом с шахтами построили городок. В 1990-е годы пришли к выводу, что добыча угля нерентабельна, и шахты стали закрывать. Люди начали покидать Кадыгчан, а после взрыва на шахте, унесшая жизни нескольких шахтеров, добыча прекратилась вовсе. В 2000 году город отключили от электричества, но еще в 2001 году в городе продолжали проживать люди. На сегодняшний день город шахтеров полностью опустел. Хошима. Япония. Остров был заселен в начале 19 века, и сразу же здесь началась добыча угля. Японские компании развернули широкое производство, и остров стал одним из самых густонаселенных мест на Земле. В начале 70-х прошлого века угледобыча пришла в упадок, и Хошима в 1974 году полностью опустел, став известнейшим в мире островом-призраком. Люди оставили это место по собственному желанию, когда иссякли запасы угля. Сейчас к острову открыли доступ туристам и, как называют островок японца Гункандзима, крейсер, стал популярнейшим туристическим объектом. Калманскоп. Намибия. Та же история, что с угольными городками, произошла и в Африке, но жители Калманскопа добывали алмазы. В начале 20 века служащий железнодорожной станции обнаружил в пустыне залежи алмазов. За несколько лет на месте добычи были построены большие дома, больницы, школы и даже стадион. Калманскоп стал процветающим местом. Но запасы драгоценного камня быстро иссякли, к тому же нехватка воды и песчаные бури делали жизнь здесь просто невыносимой. Жители быстро покинули эти места, и вот уже много лет некогда многолюдный Калманскоп является городом-призраком посреди пустыни. Сентрейлия. США. Еще один городок шахтеров, но уже в Соединенных Штатах также стал необитаемым и страшным местом на планете. А начинал свою историю Сентрейлия в середине 19-го столетия с небольшой таверны. Со временем угольно-антрацитовая промышленность стала основным производством. Но в 60-х годах прошлого века большинство компаний вышли из угледобывающего бизнеса, и шахтерский поселок стал пустеть. В 1962 году мэр решил очистить местность от скопившегося мусора и поджег мусорный полигон. В результате антрацит, расположенный вблизи поверхности, загорелся и продолжает тлеть до сегодняшнего дня. Жители покинули эти места, а часть домов была снесена. Намия. Япония. В сентябре 2011 года страшная катастрофа у берегов Японии потрясла весь мир. В результате землетрясения произошел взрыв на атомной станции Фукусима. Трагедия превратила цветущий многотысячный город в заброшенный. После аварии было решено эвакуировать жителей, сделав этот район, как и в Украине, зоной отчуждения. Взрывы в Чернобыле и на Фукусиме показали всему человечеству, как все-таки хрупок созданный человеком мир и какую опасность таит в себе необдуманное обращение с атомной энергией. Чейтен. Чили. Природа вынудила людей оставить городок Чейтен на побережье Тихого океана в Чили. Расположенный в предгорье городишко полностью вымер после извержения вулкана в мае 2008 года. Но стоит отметить, что власти успешно провели спасательную операцию и все жители были вовремя эвакуированы. В период с мая по сентябрь улицы и дома засыпало вулканическим пеплом и сейчас все покрыто его толстым слоем. Как и в Помпеи после извержения Везувия, здесь законсервировано время. Во избежание новых трагедий было принято решение не восстанавливать Чейтен. Таймс-Бич. США. Заброшенный город Таймс-Бич. Таймс-Бич. Непродуманные и даже преступные действия человека привели к запустению Таймс-Бич в штате Миссури. Жители решили очистить дороги от пыли, а подрядчик использовал смертоносный диоксин. Власти попытались замять дело, но информация просочилась в прессу. В 1985 году Таймс-Бич правительство подтвердило, что почва отравлена и жители были эвакуированы. Город как административная единица перестал существовать. И сейчас там лишь опустевшие дома и потрескавшийся асфальт. Предприимчивые американцы сделали здесь пиар и за деньги показывают туристам пример величайшей инженерной катастрофы в истории. Витенум. Австралия. Заброшенный город Витенум. Мы уже знаем, насколько много опасных животных есть в Австралии, но это место опустело по другой причине. Дом для почти 20 тысяч человек Витенум в результате ухудшения экологической ситуации опустел в считанные месяцы. В середине 20 века здесь процветала горная промышленность, а основным источником дохода была добыча асбеста. В 1960-е годы стали замечать, что значительно повысилась смертность среди населения, а врачи не могли точно установить причины смерти. Со временем выяснили, что пары асбеста отрицательно сказываются на здоровье человека и вызывают смертельные заболевания. Оставшиеся жители покинули злосчастное место, а заброшенный Витенум покрывается толстым слоем асбеста. Нефтегорск. Россия. Заброшенный город Нефтегорск. Нефтедобывающая промышленность сделали Нефтегорск успешным и процветающим. Высокие зарплаты и наличие рабочих мест привлекали сюда людей со всего Советского Союза. Но природная катастрофа изменила все в один миг. 25 мая 1995 года землетрясение в 10 баллов почти полностью разрушило огромный город. Под руинами зданий погребено около 2000 человек. Власти приняли решение не восстанавливать город. Несколько уцелевших домов и монумент в память о жертвах стали напоминанием человечеству о страшной трагедии. Вилья-Эпикоэн. Аргентина. Заброшенный город Вилья-Эпикоэн. Этот туристический городок стал еще одним трагическим примером непродуманного воздействия человека на природу. Построенный на берегу озера курорт был популярнейшим местом отдыха, пока человек не решил вмешаться в природные процессы. Местные власти решили расширить территорию озера, но по истечении 10 лет вода стала постепенно заливать пляжи и здания. С целью сдерживания воды было решено построить дамбу, но однажды она не выдержала и затопила Вилья-Эпикоэн. Люди, спасая жизни, покинули городок. Соль и солнце после спада воды завершили разрушение некогда прекрасного места. В 2009 году в своем полуразрушенном доме поселился Пабло Новак, живший здесь до наводнения. Арадур-Сюр-Глан. Франция. Заброшенный город Арадур-Сюр-Глан. Закончим наше путешествие во Франции. Арадур-Сюр-Глан – напоминание потомкам об ужасах самой страшной войны в истории человечества. 10 июня 1944 года немецкий отряд ворвался в этот небольшой городок и расстрелял всех его жителей, а дома частично разрушили. После войны Арадур-Сюр-Глан решили не восстанавливать. Призрак войны стоит напоминанием всему человечеству о ее беспощадности, жестокости и ненужности. По всему миру множество таких поселений. Хатынь в Белоруссии, Ковентри в Англии, Кельн в Германии. И все они напоминания нам о страшных преступлениях против человечности.